привет друзья эта история о жизненном поиске себя а переоценки всего что дается просто так и приобретается в процессе жизни эта переоценка наступает в те моменты когда человек на грани все это случилось с нашим героем когда он в одиночку пробивался сквозь джунгли кишащие враждующими племенами больной малярии без еды и оборудования но сумевший выбраться в безопасное место это путешествие практически стало самоубийством но принесло осознание пенедикт аллен родился в семье летчика испытателя родители поощрялись с детства любовью к приключениям но только в 22 года парень уехал в первую экспедицию деньги на путешествие он собрал на упаковке книг экспедиция была на мазонку где бенедикт провел пять месяцев за это время он практически умер с голоду два раза переболел малярии и даже съел своего пса ради спасения позже парень вспомнил об этом поступке я убил пса свои мачете это было ужасно к тому моменту я уже был не в себе я много плакал потому что думал что умру когда бенедикт рассказывал эту историю ему многие не верили вот только мама всегда и во всем его поддерживала она убеждала парня что наступит и его день в 24 года аллен отправился в новое путешествие это была экспедиция на остров папуан новая гвинея чтобы стать своим среди племени ему пришлось участвовать в жесткой церемонии это было посвящение в племя не авра шрам от порезов так и остались на всю его жизнь бенедикт сейчас с ужасом вспоминает те моменты церемония посвящения была адской мою голову побрили одели в небольшую юбку из травы и привели в дом в первый день меня порезали бамбуком это были знаки крокодила я потерял несколько литров крови и не смог встать на следующий день затем происходили ежедневные избиения которые продолжали шесть недель было много плача и более но через неделю боли отступили на задний план и я просто смирился с этим вернувшись в англию со следами шрамов бенедикт пришел к пониманию что этому цивилизованному миру больше не принадлежит и это стало ударом для его матери прожив пять месяцев дома бенедикт вернулся в племя и только там понял что здесь тоже для него нет места его соплеменники жили своей жизнью а ужасная церемония посвящения было лишь выполнением долго перед племенем он оказался им не нужным был чужим и тогда аллен решил что это испытание было для него подготовкой к основной новой профессии профессии исследователя вот так он и попал вскоре в далекое племя я его считалось что она единственная которая не контактирует с внешним миром аллен написал своих записях я путешествовал по папуа новой гвинеи документируя свою экспедицию и оказался в области под названием бессорио там было обнаружено золото поэтому я чувствовал что обязан записать жизнь племени яев чья жизнь вскоре будет кардинально изменена прошлыми западными людьми племя было враждующим бенедикта люди встретили очень агрессивно ради спасения своей жизни парень поспешил убраться обратно ближе к цивилизации вот только чувство невыполнимой работы периодически посещала бенедикта и в это время молодой человек знакомится со своей будущей женой по имени ленко в 2007 году они расписались родились дети появились приятные хлопоты о них так было до того момента пока бенедикту не предложили отправиться в новую экспедицию известный канал предлагал мужчине собрать информацию о том племени которая все эти десятки лет не выходила из головы бенедикта да он любил свою семью но ограничение домашней жизни его разочаровывали это предложение путешествия было знаком бенедикт вспоминает тот момент как будто меня звала лес я подумал что еще не все потеряно я чувствовал что у меня есть такая возможность и что я должен воспользоваться ей его жене не очень понравилась идея поездки в папуановой гвинеи она считала что ей надоедает каждый день заботиться о старших детях и о двухлетнем малыше они даже немного поссорились когда выяснилось что нужно уехать почти на два месяца но бенедикт был очень упрямым и переубедить его отказаться не так просто он сказал что в поездке заработает семье очень много денег это был последний аргумент после которого ленка согласилась отпустить мужа отказавшись брать с собой телефон который не пригоден джунглях бенедикт был сброшен с вертолета в бессорию чувство гордости в тот момент не покидала мужчину я снова делал то что делал в молодости запахи плоды деревьев птицы все было тем же ему понадобилось в неделю чтобы дойти до деревни яев племя все также было свободно и хотя наблюдались отдельные моменты западной цивилизации на приспособление шло по условиям самого племени бенедикт собирался побыть в деревне в течение двух недель вот только война этого племени соседним кланом спустила все его планы поэтому исследователи решил что ради своей же безопасности нужно возвращаться обратно чтобы дойти до лагеря пиавара понадобилось шесть дней под проливными тропическими дождями бенедикт простудился его таблетки от малярии намокли и он заболел записях ослабевший мужчина описывает свое состояние царапины зуд не реагирую на лекарства сильно ослаб моча оранжевая то холодно то жарко может быть грипп выхода нет почти потерял сознание наводнение никаких лекарств нет москитная сетка лихорадка все плохо это была самая ужасная дорога в его жизни практически полуживым добравшись до миссии бенедикт обнаружил что там никого нет не работало радио помощи ждать было неоткуда у него начала сильнейшая лихорадка вот тогда бенедикт понял что больше никогда не сможет увидеть свою семью он даже написал им сообщение и признался жене и детям в любви сегодня о том что могло случиться никто даже и подумать не в состоянии настолько это ужасно бенедикт до сих пор болеет малярии плюс периодически возникают провалы в памяти и присутствует проблема с концентрацией перелистывая свой дневник он читает последнюю запись перед тем как услышал гул вертолета кто бы это ни был бог или другие высшие силы я просто хочу обнять и поцеловать его он благодарен своей жене которая вместе с эмом гринхиллом бросилась на поиски своего мужа когда тот не вышел в договоренное время на связь сейчас бенедикт осознал что вернулся совершенно другим человеком я больше десяти лет отказывался от экспедиции ради своей семьи но чувствовал себя ужасно я чувствовал что потерял контроль над своей жизни я начал думать что моя жизнь теперь уже ничего не стоит много лет я не писал книги не делал ничего интересного может быть мне нужно было почувствовать как цена моя семья поэтому я и ушел когда я увидел вертолет то он показался мне ангелом спускающимся с небес друзья вот такая необычная история об исследователе бенедикте аллени его выживание в суровых джунглях папуа если вам было интересно поделитесь этой историей со своими друзьями в социальных сетях ну а на этом все спасибо что вы с нами и до новых встреч